Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет посвящено парфюмерным флаконам. Я вам покажу флаконы, которые, на мой взгляд, являются очень красивыми, даже, я бы сказала, произведениями искусства. Именно те флаконы, которые есть у меня в моей коллекции, стоят в моем шкафу. Расскажу, почему я так считаю. Надеюсь, вам будет интересно. Вообще, изначально люди были знакомы с парфюмерией еще с древнейших времен. Но, как правило, емкости, в которых они хранили свои ароматные масла или какие-то парфюмерные композиции примитивные, изначально, это были также очень примитивные емкости. Интересный факт, мне показалось, на территории нынешней уже Индии и Африки были найдены флаконы, которые были созданы из клыков и когтей животных. То есть, там вырезались полости и туда заливались ароматические масла, которые потом использовались. Прикольно. Ну так, жутковато немножко, но да, такое тоже было. А также, например, у славян были очень распространены флаконы из дубленной кожи, в которых хранились ароматические масла. А в Европе это были глиняные или стеклянные, очень простой формы, бутылочки, кувшинчики и так далее. Также были модные подвески. Я так понимаю, вот подвеска это на манер сейчас, знаете, помандер. Помандер вот такие круглые, например, апельсина формы, да, емкости, в которых дырочки, куда ты закладываешь ароматические вещества, кусочки амбры или там какие-то, ну не знаю, масла заливаешь. И вот они источают аромат по всему дому. Но это была такая маленькая подвеска, которую носила девушка или молодой человек. И вот из нее исходил вот аромат. Аромат и молодой человек или девушка пребывали вот в этом ароматном облаке. С появлением вообще парфюмерного производства, Грасси, парфюмерное производство появилось в Грасси, наладились, конечно же, производство парфюмерных флаконов. Очень тогда возрос интерес и вообще востребованность была высока к стеклодувам. Стеклодувы были тогда очень популярной профессией. Они создавали всевозможные разнообразные формы флаконы, которые уже украшались потом какими-то полудрагоценными камнями, резьбой на позолоте или там даже на золоте. И чем дороже выходил этот флакон, тем дороже можно было продать сам аромат. Ну это логично. И уже в нашем 20 веке появилось вот это само понятие упаковка, флакон и содержимое флакона, которые должны были быть как бы одним гармоничным, единым целым. Одним из первых парфюмерных домов, который выпустил вот именно гармоничное единое целое, начиная от коробки, заканчивая флаконом и заканчивая его содержимым, был парфюмерный дом Корон. Сейчас, конечно же, все парфюмерные дома придерживаются этого правила. То есть гармонии между упаковкой и содержимым. То есть в упаковке у вас уже заложен посыл на тот или иной аромат, который он содержит. И давайте начнем, приступим к моим флаконам. Их будет относительно немного, но самое-самое восхитительное и красивое произведение искусства, я бы сказала даже, я оставила вам на десерт. Так что оставайтесь, смотрите. Ну, если не хватит сил, перемотайте. Первый. Map of the Heart. Это австралийская компания. Я видела уже в анонсе, где-то в инстаграме, что открыли они, наконец, свой корнер в Москве. Так что кто хотел попробовать, кто хотел познакомиться с маркой, в Москве, по-моему, в ЦУМе и, может быть, в ГУМе, уже представлена эта марка. Так, посмотрите. Это сердце. Оно вот практически анатомическое. Мне очень нравится. Для меня это... Ну, это как искусство. Это как современное искусство. Очень много было негативных... Простите. Это просто коробочка упала. Очень много было негативных комментариев в инстаграм. Ну, точно негативных. Девушки писали, что фу, какой неприятный флакон, как его неприятно держать в руках вообще, как это... Для меня я вообще не вижу в этом ничего отвратительного. Он прекрасен. Он прекрасен, он необычен. Сама идея, как это все сделано, для меня это просто искусство. Это потрясающе. Я когда его держу, мне кажется, оно вот сейчас начнет пум-пум-пум-пум стучать. Очень красиво. Очень красиво. У линейки серия сердец. Линейка собой представляет серию сердец. У меня сердце V6, наркотическое сердце. Каждое сердце называется как бы по-разному. Несет в себе разную эмоцию. Вот у меня розовое наркотическое, там еще прозрачные сердца, золотое, беспотопное. Я очень люблю черное. Они интересны. И вот идеальное попадание. Содержимое и флакон. Идеальное попадание. Необычно. Не избито. Своеобразно. Следующий. Следующий флакон, который я вам хочу показать, это уже такой, ну я не знаю, люкс, наверное. Очень такой люкс-люкс. Это Louis Vuitton. Louis Vuitton. Dan Le Paul. Я когда первый раз увидела этот флакон, мне он безумно понравился сразу, сразу. Ой. Упаковка мне очень симпатична. Она мне импонирует. В отличие от анатомического сердца, это все очень просто. Очень простая идея, взятая из аптек. Из аптек прошлого, прошлого столетия. Вот тогда вот в таких колбах содержались крема, содержались какие-то масла. В общем, это аптечное оборудование, грубо говоря. И вот они это так обыграли красиво. Здесь магнитная крышка, которая в целом выглядит как притертая крышечка, да? И вы думаете, сейчас вы ее будете доставать? Нет. Очень смело, ну не то, что смело, нет. Очень стильно, очень просто и красиво. Бесподобно, бесподобно. Очень стильный шрифт. В общем, все-все-все, красота в деталях. Вот здесь этот флакон, он весь собран из таких милых, четких, тонких деталей. Очень красиво. Далее. Сердце еще одно. Это Маккуин. Это Александр Маккуин. Аромат Киндон. Это такое для меня арт-деко, наверное. Просто, стильно, красиво, выдержанно, не вычурно. И вот сколько этому аромату уже лет, этой упаковке, мне кажется, он не теряет свою индивидуальность, яркость, какую-то самобытность. Тоже очень идеально подходит под аромат, который находится внутри. Вот такой красивый флакон. Я думаю, это сердце. Для меня это всегда было таким разбитым сердцем. Ну, вполне возможно, что это семечко граната. Кто знает. Ну, для меня это сердце. Это красиво. Это очень красиво. Далее. Вот такое сердце Космос. Это Космическое сердце от Мюглер. Аромат Аура. Ну, здесь, конечно, все более помпезно, более все так немножко на грани китча, но красиво. Мне очень нравится это зеленое стекло. Каждая вот эта грань, она продумана, она выверена. Пульверизатор. Вот все-все-все-все идеально. Здесь вот прям идеальный баланс. Опять-таки, он прекрасно лежит в руке. Прекрасная тяжесть. Великолепно. Я не хочу сказать, что я поклонник других флаконов от Мюглера. Например, я не очень люблю флакон от Эллен. Мне не нравится. Звезда, да, мне нравится. Ангел и вот этот. Ну, этот прям шедевр. Это шедевр. Это искусство. Искусство флакона. Если можно так сказать. Следующий аромат, который я вам хочу показать, флакон. Это совсем другая история. Это такой, знаете, поп-арт. Поп-арт в парфюмерной индустрии, да, скажем, если можно так выразиться. Это Ком де Герсон марка и аромат Дот. Он великолепный. Он непонятной формы. Он черный, он хороший. Он очень стильный, мне кажется. И он тоже идеально попадает под сам аромат, который внутри. Необыкновенно специфический, веселый, яркий. Вот, вот все-все-все-все-все. То, что вы видите вот в оформлении, тоже вы найдете в самом аромате. Очень красиво, стильно, современно, дерзко, смело. Прекрасно. Так, буду себе ружья сюда складывать. А то боюсь, что у меня с полочки может там все попадать. Так, следующий аромат. Мне нравится флакон. Вот мне он очень нравится. Это Агент Провокатор. Их фирменный первый Агент Провокатор. Не знаю. Вот этот для меня идеальный пыльный розовый холодный. Прекрасный шрифт. Ну вот как-то вот все так гармонично. Форма этой гранаты или, я не знаю, лица. Вот он из тех флаконов, которые, вот как говорят, поставить на парфюмерный столик. У меня нету парфюмерного столика, но если бы был, я бы, наверное, его поставила. Это вот такой вот бодуарный, красивый, секси флакон. Очень секси. Мне нравится. Так, следующий флакон, который я хочу вам показать, необыкновенной красоты. Это Ривгош от Ивсен Лоран. Мне он всегда нравился. Еще с детства. То есть, ну, когда, ну, не прямо детство-детство. Ну, когда вот он вышел, я видела в журналах рекламу. Не знаю. Мне так он нравился. Металлический, с фирменным синим от Ивсен Лорана. Ривгош. Вот, вот, просто вот все вместе. Это такая красивая история. Это так стильно. Это так современно и классично, и вот прям на грани. Знаете, на какой-то вот прям элегантности и стиле. Вот это очень элегантно, на мой взгляд, и красиво. Обожаю. Обожаю этот флакон. Аромат такой тоже. Он немножко дерзкий, холодный, отстраненный. Когда вы в этом аромате, вы так немножко от себя... Ну, вы окружаете себя такой аурой непристойной. Ну, вот, что к вам нельзя подойти. Ну, вот у меня такое от него создалось ощущение. Классный. Классный аромат «Снежной королевы». Вот, наверное, если так просто, простым языком объяснить. Красота. Красота. Дизайн флакона просто выше всяких похвал. Естественно. Шанель. Я взяла именно ароматы в 100 мл, которые идут в бутылках. Мне нравится. Вот мне нравится этот флакон, классический Шанель, именно в 100 мл. Здесь у меня «От премьер», и здесь у меня очень красиво выглядящий в чёрном стекле «Коко», «Коко Нуар». Посмотрите. Это вот, знаете, этот аромат, как и аромат, так и флакон. Это что-то магическое. Здесь каждая грань идеальна. Миллиметр больше, миллиметр меньше уже не то. Вот здесь именно чёткое-чёткое понимание, попадание и необыкновенный успех. Вот пройдёт ещё 100 лет, и вот этот флакон и этот аромат, они также будут на волне, они также будут нас радовать, также будут покорять. В общем, миллионы сердец, притягивать, отталкивать, потому что тоже много как поклонников, так и недоброжелателей. Но вот это для меня образец, образец искусства. Это искусство вот чистой воды, искусство флакона, искусство упаковки, скажем так. Следующий аромат, естественно, и флакон, это Иланг Энголд от Миколев. Немножко вычурные, простите меня, пожалуйста, флаконы у этого бренда. Но вот в этом данном конкретном случае это красота. Это красота чистой воды, это золотая жидкость с золотом, оно там вот так вот переливается, делает переходы. Вот эти вот кристаллы битые, золотые детали, такая тяжёлая крышка массивная, такая простая форма. Всё очень красиво, всё очень... Ну и совершенство для меня, это совершенство содержимого и формы. Это красиво, это красиво. Конечно же, не могу не отдать должное оформлению и флаконам от парфюмерного дома Гроссмит. Это парфюмерный дом из Англии. Здесь немножко, ну как немножко, даже множко ретро звучание ароматов. И, конечно же, флаконы тоже немножко ретро. Это всё хрусталь, это всё вот такое гранёное стекло хрустальное. Красиво, это очень красиво. И, наконец, что же я вам подготовила на десерт. Эта вещь у меня давно, но я её не показывала ещё ни разу в обзорах. А сейчас такая вот прям тема, что, да, хорошо её показать. Это limited edition флакон от компании Миколев. Limited edition флакон на 300 мл. И кто знаком с маркой Миколев, тот знает, что они делают, создают такие флаконы. Сама Мартина Миколев ручную их расписывает. Вот. Мне повезло, что у меня есть такой флакон. Он тут на таком красивом постаменте находится. Здесь его паспорт, серийный номер, всё написано вручную, подпись. И давайте я вам его покажу вблизи. Это, конечно, произведение искусства, чистой воды. Это уникальная вещь. В одном единственном экземпляре другого такого флакона нет. Вот, посмотрите, какой он красивый. Здесь такие цветы, кристаллы Сваровски, очень такая массивная, тяжёлая, притёртая крышка, хрустальный флакон. И здесь у нас идёт подпись Мартины Миколев. Ну, это очень ценная вещь, которая, наверное, будет передаваться из поколения в поколение в нашей семье. Ну, если я вдруг не решу всё-таки наполнить этот флакон, эту бутылочку, каким-то ароматом, даже не каким-то. Сейчас я вам покажу, что у меня есть к этому флакону. Это вот такой термос, но не термос. Внутри этой ёмкости содержится ананда. Классическая ананда от Миколев. Вот. Если я когда-нибудь захочу использовать вот тот флакон бесподобной красоты, я открою это. Тут всё герметично запаковано, то есть не выходит воздух, она может храниться очень долго. Я его открою, перелью. И буду просто королевой, наверное. Буду использовать вот этот нектар, этот аромат. Всё. На этом всё. Надеюсь, вам понравилось моё видео. Мне было интересно сделать такую тему. Гениальные, самые красивые флаконы, флаконы произведения искусства. Вот то, что я вам показала, они все очень разные. Но для меня они, да, они вот являются чем-то таким на грани красоты, на грани искусства. В общем, олицетворяют для меня красоту. С вами была Аленка Блок. Всем пока. Чао-чао. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok